Андрей Веселовский, дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований. Андрей Иванович, я вас приветствую. Ох, есть нам что обсудить сегодня, вы знаете. Добрый вечер. Да, в общем-то, мы присоединяемся к хору, наверное, 100 тысяч, а может быть и миллиона журналистов, специалистов, дипломатов и просто людей интересующихся, которые обсуждали вчера и сегодня еще продолжают, что же это было. Что это было? Это был крик отчаяния и, в общем-то, свидетельство, ну, как говорится, явка с повинной. Почему? Смотрите, в Швейцарии открывается, вчера открывался саммит мира. Саммит мира, конференция международная, куда приезжают более 100 делегаций. В том числе, под 60 этих делегаций возглавляют президенты и премьер-министры. События явно незаурядны. И таких подобных конференций, ну, на моей памяти, вот последние, скажем, лет 15-20 не было. Что это означает? Это означает, что существует какое-то общее мнение в международном сообществе, что агрессивная война России против Украины – это опасность для всех. Это не вопрос только территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это не вопрос только опасности для соседей. Это вопрос опасностей для всех. Потому что Россия желает установить прецедент, собственно говоря, повторить прецедент, который был сделан Гитлером в 1938 году. Тогда он сообщил Чехословакии, отдайте территории, которые мы считаем исторически принадлежат нам, иначе вы получите войну. Путин делает то же самое. Сначала это он сделал 24 февраля 2022 года, а сейчас он повторяет свой трюк. Никакие формулы мира, никакие саммиты нам не угас. Мы желаем сохранить в своих руках четыре области Украины. Кстати, интересно, что о Крыме здесь почему-то он не вспоминает. Скользь говорит об этом позже. И мы желаем, чтобы на Украине был установлен нужный нам режим. Деноцификация, демилитаризация, ну и прочие акции. И тогда мы начнем, согласимся, начать с вами переговоры. То есть это начальные требования будут еще и другие. Ну, если страна побеждает, если все хорошо у нее дома, будет ли она предлагать какие-то мировые условия? Наверное, нет. Будет продолжать действовать в прежнем ключе. Второе, почему это сообщение произошло именно вчера, перед саммитом мира. Потому что саммит мира – это важное международное событие, которое, повторяю, привлекло более ста делегаций. И поэтому Путину не нравится, что мир обращает внимание на Швейцарию, на предложение Зеленского на позицию Украины. Поэтому выдвигаются вот такие, как выразился мягко канцлер Шольц, нереалистичные. Не нереалистичные, а фантастические предложения. Ну и, в общем-то, большинство из тех, кто обсуждал это, уже успели ответить, что к этим предложениям прислушиваться не стоит. Они, во-первых, не искренние. Во-вторых, они явно агрессивные и захватнические. И потому Украина будет продолжать борьбу за то, чтобы достичь мира и за то, чтобы агрессор потерпел поражение. Андрей Иванович, при этом вы сегодня уже упомянули Олафа Шольца, немецкого канцлера. И в первый же день саммита мира он уже успел отметиться, ну, будем откровенны, таким резонансным, громким заявлением. Завершение войны Российской Федерации против Украины будет решаться уже на следующем саммите мира. Как вы думаете, почему именно Шольц озвучил эту мысль? А как вам реакция украинской стороны? И что вы вообще думаете по поводу подобных перспектив? Ну, в общем-то, Шольц не первый, кто говорит об этом. И глава офиса президента Украины Ермак тоже сказал, что на следующем саммите мы и представим Россию, российской стороне, согласованное мнение мирового сообщества. А вы знаете, войну никому не хочется продолжать. Даже если ты далеко от фронта, даже если ты в Милной Бельгии или в Милной Норвегии, или еще дальше в Милном Чили, а президент Чили приехал на саммит мира, тебе все равно не нравится, во-первых, что гибнут люди, уничтожается культура, уничтожается цивилизация, что тратятся колоссальные средства, которые можно было бы израсходовать на гораздо более нужные человечеству ресурсы. На образование, на здравоохранение, на охрану окружающей среды, в конце концов, у нас потепление, и оно никуда не делось, и надо же с этим что-то делать. То есть все это понятно всем, кроме Путина. Ну и, в общем-то, нескольких прихлебателей, которые... Северная Корея, Иран, достойные товарищи, Венесуэла, наверное. Все остальные страны мира понимают. Некоторые не рискуют высказать это открыто. Мы имеем возможность, мы, украинские зрители, имеем возможность сейчас переключиться на прямую трансляцию саммита и слышать все, что говорят. Вот выступает Саудовская Аравия. В ее выступлении, ее министра иностранных дел, нету слова «Россия-агрессор». Но есть, так или иначе, тезис о том, что войну надо прекращать, и эта война – это не благо, а это не счастье. Выступает за ним премьер-министр Японии. Он более откровенен. Он называет белое белым, а черное – черным. То есть у каждого могут быть свои нюансы. Но все, кто приехали, и большинство из тех, кто не приехали, но дали знать, что они, в общем-то, не против, они понимают, что эту агрессию надо прекращать, и прекращать ее не только словами, но и силовыми действиями. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, да, сейчас только первый день саммита. Но с другой стороны, мы понимаем, что время идет, как говорится, быстро, и уже сейчас очень много домыслов, разговоров, прогнозов относительно итогового коммуника. Вот по вашему мнению, каким оно будет для Украины? В нем будет больше позитива? Что мы вообще увидим в итоговом коммуникации по результату, по факту проведения данного саммита? Основные тезисы, которые высказывали с украинской стороной по поводу наполнения трех пунктов, которые обсуждаются, это ядерная безопасность, это продовольственная безопасность, это гуманитарные проблемы, обмен пленных, возвращение детей. Основные тезисы останутся в этом коммунике, они сохранены. Есть много благих пожеланий, есть много аллюзий, отсылок к необходимости искать пути всем вместе, расширять круг, так сказать, участников и прочее. Но вот те основные тезисы, которые были предложены украинской стороной в самом начале, они с ними согласились все, кто принимал участие в разработке этого коммунике. Не исключено, что некоторые страны, некоторые представители, которые сегодня находятся в Юнинштоке, не подпишут коммунике, к нему не присоединятся. Ну что ж, это их право, но главное это достигнуто. Они его прочитают. Они убедятся в том, на какие именно позиции выдвигает Украина. Они донесут до своего руководства, до своих граждан, до их средств массовой информации там присутствуют. Что именно хочет Украина? Почему ее позиция такая? И поскольку это все достаточно убедительно, то саммит в этом смысле как раз и выполнит свою главную роль. Он вынесет вопрос о агрессии России и опасности агрессивной войны как таковой в наше время на всемирное обсуждение. Вот это то, что нужно. Не упрятать это в коробочку, ну где-то там два славянских народа поссорились, кто-то кому-то чего-то не додал. И вообще там непонятная история, кому эти территории принадлежат. Вот эта вся шелуха сойдет. В коммунике все четко сказано. И позиция Украины и тех десятков государств, и тех десятков обществ, которые ее поддерживают, она разойдется широко. И таким образом все блефы Российской Федерации уйдут в небытие. Соглашение о безопасности с Соединенными Штатами Америки. Андрей Иванович, ну вот приходится читать такое мнение, что это, конечно, не Будапештский меморандум, но в то же время так же не все суперпозитивно. Одним словом, военная помощь для Украины будет, но войска НАТО, американские войска воевать в случае новой агрессии не будут. Но это так, очень такая приблизительная логика того, что приходилось читать в разных аналитических материалах. Какое ваше отношение, конечно же, более глубокое, относительно вот тех самых соглашений безопасности с Соединенными Штатами? Мы получили много из того, что мы хотели. Получить больше, а именно какие-то жесткие гарантии безопасности невозможно. Невозможно по той простой причине, что, в общем-то, таких гарантий безопасности нет ни для кого. Если мы вспомним о Североатлантической хартии, то есть договоре о создании НАТО, то даже пятая статья знаменитая, которую не все помнят досконально, не говорит о жестких гарантиях, а говорит о том, что каждое государство рассмотрит и решит, какими мерами оно будет действовать дальше, в том числе военными. Но это не значит, что оно обязано это делать, и что обязательно это будут военные меры. То есть, так сказать, поклясто на крови, что данная страна будет защищать другую, такого, наверное, в современном обществе, в современном мире нет. Но то, что получила сегодняшняя Украина, воюющая и, в общем-то, не такая уж могучая страна, от не только Соединенных Штатов, а еще 16 государств, это очень-очень много. Потому что она получила четкие обещания о количестве, качестве вооружения, о количестве финансирования, о других видах поддержки, технической, разведывательной, материальной и так далее, от самых могущественных государств мира. Это нас, несомненно, усиливает, и это очень обижает товарищей в Кремле. Андрей Иванович, вы знаете, учитывая то, сколько тем для обсуждений у нас сегодня было, учитывая важность этих самых тем, я очень рад, что мы пообщались с вами именно сегодня. Уверен, что делаем это в последний раз. Скоро снова увидимся. Спасибо вам громадное за эту беседу. Андрей Веселовский, дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований, был в нашем эфире. До встречи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова